И сегодня я хотел бы поиграть в одну очень прикольную... Мы сегодня будем играть в такой вот... ...с Доктор Тим, потому что выходит новая игра... Если где-то я там реально просто как-нибудь там постепался... Ладно, не обижайте меня в интерьер... Всем доброго времени суток! Мы тут подумали, куда же нам скатываться ещё дальше... Стримы не вкатели, а летсплеи это слишком зашкварно... Но вдруг... Решение само снизошло на нас... Итак... Как вы уже наверное успели заметить... Многие летсплеили такую игру, как... Adventure in Equestria... А всё потому, что разработчики этой игры... Сами пишут всем деятелям бронесообщества... Для того, чтобы они сделали обзор этой самой игры... Только вот делали они не обзоры, а летсплеи... Видимо, сами не зная разницы в этих понятиях... Что ж, я решил это исправить... Представляю вашему вниманию обзор игры Adventure in Equestria... Сама игра представляет из себя визуальную новеллу... В которой, по словам разработчиков, есть увлекательный сюжет... С кучей развилок и поворотов... Огромное количество персонажей... Десятки локаций во всей Equestria... Увлекательные приключения... Множество разных миссий со знакомыми вам персонажами... И с совсем незнакомыми персонажами... Вы можете посетить и исследовать все уголки Equestria... В ваших руках судьбы отдельных персонажей... И даже целых городов... Только вы решаете, что же ждет вас в дальнейшем... Звучит интригующе, да? Да вот только всего этого в игре нет... Скорее всего, потому что это на самом деле демо-версия... А не бета-версия, как ее называют разработчики... Ведь если бы это была бета-версия... То тут уже должна быть практически полная версия игры... Со всем этим невероятным сюжетом... О котором пишут разработчики на сайте проекта... Так что лучше переименуйте... А то сбивайте людей с толку... Демо-версия содержит в себе вступление... Которое я прошел всеми возможными вариантами... И составил схему этого прохождения... Что заняло у меня примерно 25 минут... Какого-либо сюжета в игре пока что не наблюдается... А единственная цель это дойти к замку Твайлайт... В принципе ничего сложного не должно быть... Ведь замок Твайлайт возвышается над всем городом... И пропустить его будет крайне сложно... Звучит логично, правда? Что ж, по крайней мере не для разработчиков... Итак, с нажатием кнопки новая игра... Нас безо всякой предыстории бросает на ферму Эппл... Где нас встречает Эпплджек... Она совсем не удивляется прибытию человека в мир пони... Видимо она неделями готовилась к этому дню... И объясняет нам то, что все мы уже и так знаем... Ведь у меня есть сомнения, что в этой игру будет играть кто-то... Кто ничего не знает о пони... Хотя, как объяснение для нашего персонажа... Вполне сойдет... Кроме того, она говорит, что мы здесь за тем... Чтобы Твайлайт могла побольше узнать о людской расе... Странно, неужели не хватило того... Что она увидела во вселенной людей из The Questria Girls... Или игра не считает это каноном... Ну, в конечном итоге она нам говорит, что нам нужно направляться к магазину перья и диваны... Кстати, здесь же мы можем оценить диалоговую систему в данной игре... Которая представляет нам богатейший выбор из одного варианта диалога... Fallout 4, вернись, я все прощу! Думаю, воспоминания... Воспоминания? Я попросила его об одной услуге... Услуги? И даже нашла дочку... Дочку? Нет, хочу Лордес... Лордес? И первым, кто нас встречает после Applejack, это Лира и Бон-Бон... Уж кто-кто, Лира точно должна оценить прибытие человека в Мирпоне? Нет? Нет? Лира, как ты могла? Я в тебя верил! Тот же человек вот прямо перед тобой стоит! Что вы наделали, разработчики? Где Лира, которая любит людей? Ладно, идем дальше... И тут нас встречает самый настоящий и сложный выбор за всю игру! Именно от него зависит, насколько долго вы будете проходить эту демку! Налево пойдешь, Зекору найдешь... А еще найдешь и амулет! Кстати, Трикси, амулет, что сейчас на тебе, это одна из подпорок для двери из дома Зекоры! А вместе с ними Ченчлинга, который расскажет нам все планы Кризалис! Это он случайно не описал, то, что будет происходить дальше по игре, а? Кстати, если пойти в другую сторону, то можно встретить Мантикуру, которая, к нашему удивлению, стала разговаривать, еще и загадки загадывать, что совсем странно! Тут же и представляется возможность умереть в этой игре! Но это если вы совсем неудачники и промахнулись при нажимании среднего варианта ответа, потому что правильный ответ всегда в середине! Ну да ладно, отдаем амулет Зекоре и снова возвращаемся на развилку! Направо пойдешь, Трикси найдешь! И она предложит нам угадать, в какой шляпе находится шарик! Для того, чтобы узнать, куда же нам стоит идти дальше! И рандомом тут даже не пахнет, так что если вы уже где-то видели, где шарик, то у вас он будет в том же самом месте! Правильность ответа влияет только на то, будете ли вы идти в больницу или нет! И даже если вы ответите правильно, у вас все равно будет вариант не идти в больницу! В любом случае, мы попадаем в сахарный уголок, где нас встречает Пинки Пай, которая предлагает пойти на вечеринку в нашу честь! И от нашего ответа зависит то, сколько еще ни о чемных диалогов мы будем читать, и попадем ли мы на самую унылую вечеринку или нет! Единственный персонаж, с которым можно вести более-менее нормальный диалог, это модельер, которому нас посылает Рерики! И в первый раз вам может даже показаться, что вы как-то влияете на диалог! Но на самом деле нет! Чтобы вы не отвечали, вы все равно поможете модельеру справиться со своими духовными проблемами, и она отдаст вам ленту, которая нужна Рерики! В конечном итоге мы все же приходим к Твайлайт и даем ей ответы на все интересующие ее вопросы! Ну, по крайней мере, так написано! Конец! Теперь же давайте поговорим о визуальной и звуковой части игры! Игра сделана на бесплатном движке R&P, который уже давно используется для создания визуальных новелл, так как он достаточно прост в использовании! Соответственно, авторы тоже решили не напрягаться, скачали фоны, музыку и спрайты персонажей из интернета, запихнули в библиотеку движка и поставили так, как им вздумалось! Иногда расположение персонажей или локаций сложно объяснить! К примеру, магазин, в который нас посылает Рерики в первый раз, находится на кухне в сахарном уголке! А Чинжлинга мы находим возле пещеры, в которой спит большая медведица! Трикси же не живет в Паневиле! Так почему она все еще в городе? В гастроли? И почему это место находится сразу после фермы Эплов? У персонажей всегда одна или две эмоции! Видимо, большего количества в интернете не нашлось! Или плохо искали! Сразу же назревает вопрос! А что делает художник для этой игры? Вот эти два персонажа, наверное! Да и те, похоже, сделаны в пони-креаторе! Я надеюсь, что все это плейсхолдеры! И в дальнейшем у персонажей появятся эмоции, которые соответствуют тому, что они говорят! Надеюсь, что будет своя музыка! Нет, ну, конечно, можно оставить композиции из сериала! Но я больше уважаю разработчиков, которые все делают самостоятельно! Ну, или хотя бы большую часть! Надеюсь, что вы исправите многочисленные грамматические ошибки! Ну и самое главное, что в игре появятся интересные диалоги, которые связаны с сюжетом! Ха! И, кстати, я надеюсь, что игру нельзя будет пройти просто клацая в центр экрана! В общем, оценивать эту демо-версию пока что рано! Еще многое предстоит сделать, чтобы это стало хорошей игрой! Я желаю разработчикам удачи в подальше разработки игры, исправления всех ошибок! И чтобы они в итоге сделали действительно хорошую и интересную игру, которая может стать в один ряд с такими хорошими играми, как My Little Investigations, Fallout Equestria, Legends of Equestria и, пускай спорная, но действительно вариативная Bands from Equestria! Всем спасибо за внимание! До свидания! Субтитры сделал DimaTorzok